Дом в небольшой деревне Новомариинки, родители знакомые, определенные события в жизни, духовные поиски. Все это отражено в работах иркутской художницы Татьяны Дунишенко. Только в своих произведениях она использует нестандартный материал – бересту, обладающую богатой цветовой палитрой и необычной фактурой. Я встретила кусок бересты, было понятно, что в ней уже заложен какой-то природой. Рисунок. Долго не могла понять, что это такое. Но потом все-таки это был образ, лик, богородичный, ну что-то такое. Первым работам Татьяны уже почти 15 лет. В свое время на выпускницу Новосибирского инженерно-строительного института, попавшего в Иркутск по распределению, повлияло творчество местного мастера Евгения Ушакова. Он был родоначальником техники пластинчатой мозаики. Его произведения могли видеть горожане в аэропорту, кинотеатрах, других общественных зданиях. Основная тема, которой он не изменил всю жизнь – Сибирь, первопроходцы, дохристианская Русь. Не сказать, что я последователь, но, во всяком случае, в отношении темы России. Это может быть в какой-то степени последователь в отношении к жизни. В экспозиции более 50 работ, созданных в последние годы. Это сюжетные композиции, портреты и пейзажи. Они не только из бересты, но и написанные пастелью. В чите своей работы Татьяна Николаевна представляет впервые и надеется, что они найдут отклик в душе забайкальцев. Эта выставка – очередной этап обмена выставочного проекта, который существует уже несколько лет между Иркутской областью и нашим краем. Галина Миртова, Антон Матушевский, Дмитрий Пенигин. Время новостей.